Пять человек погибли от укусов собак в прошлом году. После этих случаев бывшего руководителя управления дорог и благоустройства Евгения Петрюка обвинили в халатности. Это первое подобное уголовное дело, которое дойдет до суда. По версии следствия, он не выполнял свои должностные обязанности по контролю за отловом собак в полной мере. Четвероноги в городе стало больше, и это привело к печальным последствиям. В 2020-м были и случаи нападения собак на детей. Школьника в зеленой роще чуть не растерзала целая стая, но обошлось синяками и содранной кожей. Ребенка спасла теплая куртка. Прошло всего два месяца с начала года, а в новостной повестке уже достаточно случаев нападения бродячих псов на людей. Между ЖД-переездом и музеем Юдина с каждым годом собак становится только больше. Здесь ходят много детей в школу, которая находится на горе. Сообщение в службу 205 поступает регулярно, но собаки продолжают разгуливать без бирок на ушах. В январе жительница Академгородка опубликовала подборку с камер наблюдения, где одна собака терроризирует весь двор. Тех, кто ее подкармливает, не трогает, а на детей кидается. Через месяц предположительно тот же пес напал на 9-летнего мальчика, повалил с ног и покусал. Мать пострадавшего говорит, что это же животное месяц назад укусило и старшего сына. Родители написали заявление в полицию. Чипирование и стерилизация, по мнению жителей, от нападений не спасают. Псы продолжают защищать свою территорию и сбиваться в стаи. У меня просто за последнее время столько обращений по поводу собак. А результаты нулевой, приезжают и говорят, а собаки-то чипированные, у них там в ухе чип виси, да, вроде не проявляют немотивированной агрессии. Уезжают, а тут же она, собака, проявила агрессию. В Горсовете сегодня в очередной раз обсуждают проблему отлова собак. Система работает плохо. Бродячих животных ловят столько же, сколько раньше, а денег на это тратят больше. К тому же численность четвероногих в городе не контролируется. Финансирование на это не заложено. Подрядчики в прошлом году допустили множество нарушений, в том числе не проводили фото и видеофиксацию отлова и стерилизации. Департамент городского хозяйства и подчиненные им управления должны выполнять свои обязанности надлежащим образом. Пока мы видим, что и финансовые нарушения, и управленческие нарушения, и технические нарушения в деятельности каждой из структур, которым отвечает за это направление, есть. Некоторые депутаты встали на сторону чиновников, говоря о том, что проблема с собаками в городе есть и по другим причинам. Они не из леса приходят, это не волки. Они от нас с вами берутся. И в стране у нас еще ничего не сделано, ни одного шага для того, чтобы перекрыть вот этот канал поступления животных в городскую среду. Вы хоть заловитесь их, хоть засажайте, хоть 10 тысяч посадите на цепь, построите приютов на миллиарды. Вы ничего не решите. На заседании городского совета сегодня так и не приняли никаких решений. Несколько депутатов не пришли, кворума не состоялась. Тема бородящих собак в городе остается открытой. Евгений Шиповский, Вячеслав Казаков, Новости Прима.